Вот такая вот штука у нас приключилась на битстампе. Цена опустилась до 6200 долларов, даже чуть ниже. Произошло достаточно резко. При этом может сложиться впечатление, что рынок немного подготавливали уже вот здесь. Как вы помните, вчера мы смотрели на эту линию тренда и предполагали, что возможно она будет пробита вниз. И тогда нужно будет оценивать вероятность того, что цена будет падать дальше. Ну и посмотрите, вот тут нам рисовали более низкие максимумы, более низкие минимумы. Вероятно, с одной лишь той целью, чтобы люди поверили вот в это падение и помогли ему продажами. Но складывается такое впечатление, что это действовал чуть ли не один какой-то игрок. Потому что, во-первых, разница с другими биржами практически со всеми составляла в минимуме порядка 800 долларов. То есть на большинстве бирж цена не прошла ниже 7000. А вот битстамп оказался такой наиболее подверженный этому факту. Ну и наиболее очевидный напрашивающийся вариант это то, что какой-то крупный игрок открывает позицию на бирже с плечом типа BitMEX и на споте двигает цену вниз так, чтобы его шорт с плечом сумел отыграть. На самом деле тут можно еще понадеяться на то, что будут спровоцированы какие-то ордера на продажу при движении цены вниз. Ну и в общем вот так вот срежиссировано это было достаточно неплохо. Кроме того, сделано это было в тот момент, когда в среднем объем по биржам минимален. Вот скажем в апреле то же самое было, когда был рост. Ну а тут примерно то же самое, только наоборот. То есть манипуляции на рынке криптовалют по-прежнему имеют место, так сказать, привет ETF. И вы видите, как вот эта штука отработала симметрично вот этот рост. Сейчас мы практически на тех же самых уровнях, где-то в 7300 по всем биржам. При этом альты хоть и упали, но не критично. Некоторые даже еще успевают подрастать. При таком проливе, в том числе и на других обменниках тоже, не было соинициировано волны панических продаж. И наоборот, цену откупали вверх. То есть ждать каких-то безумных коррекций, наверное, не стоит. Теперь вот с чем хотел сегодня с вами поделиться. Такая статья, которую я в свое время не заметил. Но здесь интересные данные, в частности, они общедоступны, так что можно их использовать, самим считать, что очень здорово. Итак, это новая метрика, которая называется NVEFR. Но можно перевести как отношение стоимости сети к суммарной оплате за ее функционирование. Ну и рассчитывается она как капитализация рынка или конкретного актива, поделенная на сумму оплаты за транзакции в течение дня за какой-то период времени. Авторы сравнивают ее с отношением цена к продажам, которая используется в традиционных рынках и рассчитывается как стоимость компании к ее продажам, ну или удельная стоимость к удельным продажам. Ну и таким образом, чем меньше это отношение, тем компания выглядит более перспективной для инвестиций, потому что, оперируя небольшой стоимостью на рынке, она осуществляет больше продаж. Ну и так как бы и здесь вот этим параметром, как бы стоимость всей сети, это капитализация какого-либо актива, позволяет производить ту или иную работу, а именно осуществлять транзакции внутри этой сети, которые можно как раз оценить суммой плат за транзакции. И чем меньше это соотношение, тем эффективнее или продуктивнее работа этой сети. Авторы рассчитали эти параметры для монет Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero, Decret, Bitcoin Cash и XRP. Как вы можете видеть на этой логарифмической шкале, порядок чисел от сотни и до ста тысяч, что соответствует как раз XRP. Ну это большой диапазон, тут видите, с 2016 года. Ну и авторы отмечают, что такие высокие значения позволяют им сказать, что активы эти переоценены в энное количество раз, в зависимости от этого отношения. Скажем, тот же самый Litecoin в 688 раз переоценен, ну по крайней мере его спрос на потребление его сети как платформы для этих операций. Ну а для XRP этот коэффициент составляет почти 18 тысяч. Самые разумные числа для Bitcoin и Ethereum ниже 200, но тем не менее очень и очень высокие значения. В общем, с одной стороны выглядит все логично, то есть сама сеть оказывается стоит слишком дорого для той работы, которую она производит, вернее той прибыли, которую она позволяет достигать тем, кто производит в ней транзакции и получает за это плату. Ну, майнеры по сути, да. Но что мне лично здесь не нравится. Несмотря на то, что идея хорошая, расчет прекрасный, там данные они взяли чистые. Причем они тут ссылаются на данные, которые они используют. Можете посмотреть в конце статьи, скачать. Вот так вот выглядят данные. Думаю, что они взяты с CoinMetrics, что является наиболее надежным источником для этих данных ончейн анализа в настоящее время. Так вот, что меня смущает здесь, это то, что когда мы сравним вот это отношение с P2S в традиционном рынке, я думаю, что это сравнение некорректное. В данном случае, во-первых, нельзя приравнивать стоимость компании к общей капитализации криптовалют. Если мы говорим об извлечении прибыли с этой сети, то, наверное, нужно иметь в виду стоимость, скажем, майнингового оборудования, да, или стоимость этого оборудования плюс издержки, ну и так далее. То есть, эта формула будет намного сложнее. Оплата за осуществление транзакций также мало общего имеет с продажами. То, скорее, должна быть стоимость продукта, которая производит эта сеть. То есть, грубо говоря, представьте себе, что если у вас есть некая сеть, которая имеет очень-очень низкие значения оплаты за транзакции, но при этом имеет все те же самые уровни надежности и так далее, может быть, приватности, так, естественно, все перейдут в эту сеть и стоимость ее будет расти. Но объем стоимости транзакций при этом будет, опять же, очень низким ввиду именно фундаментальной особенности самой сети, а не того объема пользователей или того объема транзакций, который она обеспечивает. Таким образом, здесь, скорее, должно быть, наверное, произведение капитализации на суммарную стоимость транзакций. Тогда вот эти два фактора, они взаимоисключатся, и мы увидим то, насколько привлекательна сеть ввиду ее производительности по отношению к ее настоящей стоимости. Тем не менее, интересная работа. Опять же, кто хочет, может все это посчитать, поиграть с данными. Тут не только они есть. Ну, а у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok